В Люберецком техникуме экономики и права открылась лаборатория компьютерного спорта. Здесь будут заниматься подготовкой киберспортсменов и совершенствовать игровые навыки любительские команды округа. О том, что это за спортивная дисциплина и ее развитие в Люберцах, расскажет Анастасия Кладинова. Это лаборатория, это класс, где установлено специальное компьютерное оборудование, где наши ребята, молодежь смогут заниматься развитием такого нового спорта, фиджиал-спорта. Это абсолютно новое направление, очень интересное. Спорт этот набирает очень быстро свой темп, миллионы поклонников, миллионы участников. В Люберцах это первая лаборатория киберспорта. В ней установлено шесть профессиональных компьютеров, мониторов и игровых кресел. Посещать ее смогут не только студенты техникума, но и другие люберецкие команды. Развитие киберспорта инициировано самими ребятами. И мы можем гордиться тем, что в том году у нас уже сыграли две киберспортивные лиги, два турнира на базе городского округа Люберц. Если мы начинали с 15-20 команд, то сейчас этих команд уже около 50, и они действительно со всей России. Киберспортивные стримы, как называют молодежь, просматривают порядка 30 тысяч человек. Мода на виртуальную реальность с каждым годом набирает обороты. Киберспорт – это соревнование в видеоиграх, где игроки борются за призы и славу. Но чтобы достичь высоких целей, нужны многочасовые тренировки за компьютером, постоянные упражнения для улучшения скорости реакции, а самое главное – умение работать в команде. У него есть разряды, ты можешь получить мастера спорта по компьютерному спорту, нужно задать определенные нормативы. Вообще, в принципе, компьютерный спорт направлен на мышление. Потому что вот сейчас ребята с моей спиной играют в тактический шутер, который развивает тактическое мышление и развивает как раз-таки патриотические навыки, связанные с тем, как правильно откуда выйти, как правильно сделать обезвреживание. Компьютерный спорт пришел в жизнь люберчанина Артура Замятина около 8 лет назад. Началось все с простого интереса. Сегодня с командой тренируются в онлайн-режиме, соревнуясь с игроками из разных городов. И уже есть первые награды. В прошлом году они приняли участие в Люберецкой киберспортивной лиге, где заняли второе место. Изначально мы просто сами для себя играли, просто тренировались, хотели чего-то добиться. И нам предложили сыграть турнир. Мы такие, ну, можно попробовать. Сыграли его, все люди у нас из техникума, и заняли второе место. Мы поняли, что у нас это, в принципе, хорошо получается. Мы будем тренироваться и будем пытаться достичь чего-то большего. В 2016 году Министерство спорта Российской Федерации официально включило киберспорт в список спортивных дисциплин. А с конца 2010 года обсуждается введение компьютерного спорта в программу Олимпийских игр. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.